Сегодня была первая, так сказать, часть Морализонского балета, как сегодня выразился Василий Дмитриевич Гончаров. А следующая, это будет вторая часть. Мы вернемся опять у Квадоканала. Вам посчастливилось сегодня присутствовать при историческом событии. Ну, в общем-то, и нам, депутатам, тоже посчастливилось, в кавычках, присутствовать при историческом событии. Значит, депутаты, 12 человек, поддержало главу города в решении о передаче имущества теплосети из казны в предприятие МОК-теплосеть, где введена процедура конкурсного производства. О чем нам сказал прокурор. Вы понимаете, что 6 депутатов не поддержало данное решение. Не поддержало данное решение, это Большаков, Корощенко, Хейсин, Соломатин, Паншина и Крыжов. Остальные 12 человек, которые присутствовали на заседании совета, поддержали данное решение. Вы понимаете, о чем идет речь. В настоящее время в теплосети происходит конкурсное управление. Это последняя стадия банкротства, когда необходимо распродавать имущество, которое имущество должника, тем кредиторам. То есть его распродать и погасить все долги кредиторам. То есть это различные компании. Об этих компаниях мы даже не в курсе дела. То есть депутаты, эта информация закрытая. Кому это и уйдет, это имущество. Под предлогом включения горячей воды в городе произошла фактически передача имущества в конкурсную массу. То, за что мы бились в течение 3-4 лет, то, за что бился первый совет депутатов сегодня, 12 голосами, 12, не 13, а 12 человек, символично для нашего города, было принято решение о том, что имущество ушло. Имена этих 12, я не могу сказать, что это апостолы, но они, я думаю, будут известны. Они все известны, потому что голосование было поименным. И город должен знать своих героев. Напоследок депутаты за месяц до следующих выборов, не знаю, по какими критериями они руководствовались, и почему несколько депутатов поменяло резко свою позицию перед голосованием, тоже непонятно. Приняли такое судьбоносное для города решение. До этого мы в течение 3-х часов обсуждали этот вопрос, вносили, задавали вопрос Василию Дмитриевичу. Этот вопрос по передаче имущества не был подготовлен, он был внесен вчера вечером только в прокуратуру. За 20 минут прокурор заявил о том, что за 20 минут назад ему только поступило предполагаемое решение совета, и он срочно приехал. Маслов Дмитрий Алексеевич, зампрокурора нашего города, выступил против данного решения. Однозначно сказал, что процедура, она по мнению прокуратуры, не соответствует действующему законодательству. Вызывает ряд вопросов. Особенно вызывает ряд вопросов то, что имущество было оценено, со слов Василия Дмитриевича Гончарова, в 100 миллионов рублей, как остаточная стоимость. А весь имущественный комплекс теплосети оценивается независимыми оценщиками в миллиард рублей. Цена решения депутатов. 12 депутатов. В 10 раз больше. Как минимум. И все. И говорить о том, что жителям в понедельник включат горячую воду, не представляется тоже возможным. Либо это получается, если люди таким образом манипулируют определенными действиями, то мы понимаем, что тогда отсутствие горячей воды напрямую связано с теми лицами, которые стояли за вот этой вот всей деятельностью. Все. Они сегодня все проявились. Как мы знаем, со слов Германа Елянюшкина и Андрея Юрьевича Воробьев, сейчас ведет какие-то переговоры с Мособлгазом. По крайней мере, так было заявлено. Возможно, воду дадут независимо от решения депутатов. Может быть такое? Совершенно правильно вы говорите. Вопрос о реструктуризации долга задолженности теплосети за газ. Это отдельный вопрос, которым занимается в том числе правительство Московской области напрямую. И 2 августа ожидаем приезд исполняющего обязанности губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Мы ему доложим обязательно о сложившейся ситуации с имущественным комплексом теплосети. Обязательно будут поданы соответствующие иски и заявления в прокуратуру и во все надзорные органы. Недопустимо передавать имущество за 100 миллионов рублей. Разбазаривать в данном случае это имущество. Нам не было представлено никаких документов на совет депутатов. Никаких. Куда уйдет имущество, на каком основании, за какую сумму, какие инвестпрограммы будут выполнены и так далее и тому подобное. Город должен знать своих героев. Кто разбазарил имущество теплосети. Если прошлый совет его не разбазарил, этот совет его держал, до последнего держал. Но под влиянием главы города, вы видели сегодня, какое влияние он оказывает на некоторых депутатов. Причем непосредственное влияние. Произошел этот судьбоносный факт. Сначала три котельных ушло в 2005 году. В этом году, в 2013 году, стоит запомнить это, ушло имущество теплосети. Из орбиты совета депутатов, из орбиты жителей. Каким образом дальше будет происходить оценка имущества, продажа, какие новые собственники появятся, мы об этом не узнаем. Либо мы сможем лишь только догадываться. Или узнаем в самом конце, когда уже выстроится эта новая структура управления собственностью. О том, будет ли горячая вода или не будет. Соответственно, будет частник, который будет, соответственно, захочет воду горячую, включит, а не захочет, не включит. Кому как выгодно. Исключительно. В данном случае муниципалитет потерял теперь все рычаги управления и, соответственно, давление на тех людей, которые отвечают за то, чтобы в городе была горячая вода. Все. Больше к Совету депутатов и главе города по данному вопросу жители могут не обращаться. Это имущество через некоторое время, ну, в связи с определенной законной процедурой, соответственно, банкротства, продажи имущества и так далее, будут обращаться к частным лицам. Понятно, для чего это Сергею Попову. Тут можно даже не разговаривать. Для чего это главе города? Он хочет снять с себя ответственность, что или это какой-то золотой парашют, какой-то способ расплатиться с кредиторами. С какими кредиторами? С какими кредиторами? Может, с теми кредиторами, которые давали ему деньги на избирательную кампанию? Вполне возможно. Могу так прокомментировать. Ситуация с золотыми парашютами тоже вызывает ряд вопросов по поводу золотых парашютов. Кому и как? Ну, понятно же, как это все происходит. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в каких-то вещах, о которых я говорю, но мы все же понимаем, о чем идет речь. Вот и весь разговор. Другое дело, что в очередной раз интересы жителей были поставлены не то, что во главу угла, а наоборот, в самое место. Это финальный аккорд. Сначала был вырубка деревьев, конкурс с крышами непонятный, что жители жалуются, у нас крыши текут, а конкурс толком даже не смогли провести, хотя в бюджете деньги были, и снег, и так далее, и тому подобное. Это было лишь, так сказать, прелюдия к завершению его карьеры политической в нашем городе. Я думаю, что это финальный аккорд. Мы все ждали, каким же будет финальный аккорд. Все понимали, и жители, в том числе, и на встрече с нами, о каком финальном аккорде могла идти речь. Финальный аккорд это все. Осталось еще имущество водоканала. Я думаю, что оно в меньшей степени интересует заинтересованных лиц, скажем так, чем имущество теплосети.